Добрый день! Вы смотрите новости в студии Кирилл Гусев. Вначале расскажем о главных, о главных темах выпуска. Губернатор Виктор Томенко провел видеоконференцию с главами крупных городов края. Они обсудили вопросы профилактики коронавируса и организацию лечения заболевших. Жители края активно начинают готовить автомобили к зиме. Есть ли очереди в шиномонтажах и стоит ли торопиться со сменой резины? И какую правильно выбрать, расскажут наши корреспонденты. Дальневосточный театр выступит на барнаульской сцене уже сегодня. Жители краевой столицы смогут увидеть три комедии и одну детскую сказку. Подробности в нашем выпуске. 204 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. Выздоровело 148 пациентов. Также зафиксировано 12 смертельных случаев, 7 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 17,5 тысяч инфицированных. Из них почти 15 тысяч выздоровели. Сейчас лечение в госпиталях проходит свыше 1900 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Амбулаторно лечится 4 человека. Кроме этого, 2000 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 283 продолжают там находиться по другим обстоятельствам. По данным оперативного штаба, тяжелобольных на сегодняшний день 377 пациентов. На аппаратах ИВЛ 139 человек. Всего за период пандемии в регионе скончался 691 инфицированный. В том числе из-за коронавируса 329 человек. Губернатор Виктор Томенко провел видеоконференцию с главами Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Бийска и Барнаула по вопросам профилактики коронавируса и организации лечения заболевших. Именно в крупнейших городах края наиболее сложная эпидситуация. Чем больше населения, тем выше нагрузка на врачей. В Новоалтайске и Рубцовске прекращено проведение массовых мероприятий. Во всех крупнейших городах Алтайского края закрыты на карантин часть групп в детских садах. На дистант переведены несколько десятков классов в школах. По результатам рейдовых мероприятий в населенных пунктах, на объектах торговли и в общественном транспорте выявлены десятки нарушителей масочного режима и других требований действующего закона. Главы городов отметили, что все же количество нарушений масочного режима день изо дня становится меньше. Первая часть. Все-таки метод убеждения срабатывает. Метод призыва, так сказать, к своей ответственности гражданской, человеческой и так далее. Вот. Ну и второй метод тоже, конечно, принуждения. Принуждения и санкции, и меры наказания. Все это реально приводит к тому, что мы можем скорость распространения, а значит количество вновь и вновь заболевающих людей, которые идут за медицинской помощью, можем снизить. Виктор Томенко поручил главам крупнейших городов региона усилить работу по профилактике распространения инфекции, для того, чтобы снизить скорость передачи ковид-19 среди жителей края. Насколько безопасно совершать покупки в торговых центрах Барнаула, проверил Роспотребнадзор. Не все из 12 торговых точек ответственно отнеслись к профилактике ковида. Сколько нарушений выявлено, смотрите в следующем сюжете. Корзины и тележки для покупателей, кассы, ручки дверей и считыватели банковских карт. Все эти вещи объединяет одно. Их нужно регулярно дезинфицировать. Краевой Роспотребнадзор, администрация города и индустриального района, а также Общероссийский народный фронт проверили, все ли меры профилактики распространения коронавируса соблюдают в торговых центрах. Общественность в виде народного фронта, в виде дружины, в виде молодежного парламента города Барнаула подключилась к этому вопросу. И непосредственно осуществляется мониторинг, как жители соблюдают масочные решения. Требований к торговым точкам много. Например, продавец в торговом центре должен работать в маске, обрабатывать руки антисептиком и дать возможность сделать это покупателю. А также дезинфицировать контактные поверхности каждые 2-4 часа. Температуру вам замеряют? Нет? Нет, я работаю второй день. Второй день, то есть температуру у вас не контролируют. Запаса масок у вас нет, вы весь день в одной маске сидите? Проверено 12 торговых точек, в трех мы обнаружили нарушение. Это несоблюдение масочного режима, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки оборудования своего инвентаря и так далее. Отсутствие входного контроля, то есть у сотрудников не проводится термометрия ежедневно, ну и другие нарушения. Торговые точки должны устранить нарушения за 2-3 дня. Если после повторной проверки ситуация не изменится, предпринимателей привлекут к административной ответственности. Глеб Полянский, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости. Барнаульцы уже вовсю готовятся к зиме. Многие автомобилисты не стали дожидаться заморозков и спешат переобуть машины. Как обстоит ситуация с очередью в шиномонтажах и стоит ли вообще торопиться со сменой резины, выяснял Егор Матаев. Вторая декада октября. Это значит, что всем автолюбителям пришло время задуматься о смене летней резины на зимнюю. О том, какая же зимняя резина лучше и надежнее, шипованная или не шипованная, а также о том, как психологически настроить себя на смену манеры езды, узнаете далее. Этот звук пневмопистолета для болтов и гаек знаком почти каждому обладателю автомобиля. И с сезона в сезон водители пользуются услугами шиномонтажа. Погода за окном все чаще заставляет задуматься о скорейшей смене автомобильных покрышек с летних на зимнюю. Когда наступает первая холода, с утра все равно подмораживает, и где-то какая-то лужа подмерзает и так далее. Неизвестно, как машина поведет на летней резине в скользкую дорогу. Я бы посоветовал всем автолюбителям произвести шиномонтаж заранее, чтобы не допустить каких-то уже более тяжелых последствий. Споры о том, когда же менять летнюю резину на зимнюю, разгораются каждую осень. Но, тем не менее, опрошенные нами водители практически единогласно придерживаются одного мнения. В ближайшее время я посмотрел по прогнозу погоды, будет первый снег. Ну, соответственно, не дожидаться, когда все похолодает сильно. Но я думаю, в выходные ближайшие дни буду переобуваться. Уже прохладные ночи, и обещают снега, и в любое время может просто дорога испортиться, и будет очень плохо для водителей и для машин, тем более. Я утром рано езжу на работу, поэтому уже поменяла резину, тем более вожу маленького ребенка. Считается, что поездка на летней резине небезопасна, если среднесуточная температура продолжительное время держится на отметке ниже плюс пяти градусов. Сцепление с асфальтом ненадежное. Колеса будут скользить, а тормозной путь увеличиваться. Зимние покрышки бывают двух видов. Нешипованные, в народе их прозвали липучка, и, соответственно, шипованные. Они для разных дорог. Липучки удобны для трасс свободных от гололедицы, а шипованные удержат автомобиль и на заснеженной трассе. С покрышками мы разобрались, но нужно не забывать. Манера езды летом и зимой совершенно разная. Тем самым, чтобы не стать героем дня жестянщика, водителю также нужно подготовить и свои водительские навыки к зиме. Мы с вами полгода ездили, так скажем, в летнем режиме. Что мы себе позволяли? Мы позволяли себе очень активное воздействие в плане управления. Мы активно давили тормоз, активно давили газ, активно управляли рулевым колесом для объезда препятствий, ямок, еще чего-то подобного. И за полгода в нашем организме сформировалась так называемая мышечная память. Не исключен тот момент, что в случае какой-то критической ситуации вот этот режим мышечной памяти, он опередит желание водителя и выдаст резкий тормоз, резкий руль. И все это приведет к тому, что автомобиль потеряет устойчивость. Водитель, садясь за руль, должен проектировать ситуацию, когда он передвигается на гололюде. Вот как будто у него чистое зеркало, ледовое под колесами. Он должен перестроить себя на зимний режим. Перестроиться на зимний режим – обязательное условие для каждого автомобилиста. Менять летнюю резину на шипованную или липучку – это настойчивая рекомендация ГИБДД. Все же бабье лето уже не вернется, а впереди нас ждет настоящая сибирская зима. Будьте аккуратны на дорогах. Егор Матаев, Алексей Михайлов, Денис Кузьменко. Новости. Дальний Восточный театр выступит на барнаульской сцене уже сегодня. Жители краевой столицы смогут увидеть три комедии и одну детскую сказку. Как проходят репетиции драматического театра Комсомольска на Амуре, узнала наша съемочная группа. Кролик разговаривает. Кролик! Кролик разговаривает! Они приехали в барнаул 22 октября и сразу начали репетировать, чтобы уже на следующий день показать первый спектакль. Драматический театр Комсомольска на Амуре по программе «Большие гастроли» приехал и в краевую столицу. Это особенное событие не только для нашего региона, но и для артистов из Хабаровского края. Когда гастроли, когда какие-то поездки, выезды, обмен энергией и эмоциями случаются, то есть это очень важно. Когда это случается редко, как в нашем случае, поскольку все равно мы очень далеко от центральной России, конечно, для них это большой тонус, хороший тонус. Я думаю, что работать они будут на все 150%. Это опыт, знакомство с другим зрителем, то, что нравится у нас в городе, может быть, не понравится в другом городе или наоборот. Реакции другие, ну, как-то по-другому себя почувствовать. По просьбе драмтеатра имени Шукшина, дальневосточные артисты привезли в Барнаул три комедии. «Примадонна», «Венецианские близнецы», «Чистосемейное дело» и «Сказку для детей» «Алиса в стране чудес». Их покажут до 28 октября. Посмотреть афишу можно на сайте драмтеатра имени Шукшина. А пока актеры изучают технические возможности новой сцены, чтобы адаптировать под них свои спектакли. За месяц для этого мы их дома отыграли, ну, чтобы не забыть, как бы, они уже отыгранные. И здесь просто привыкнуть, не привыкнуть, посмотреть на площадку, сориентироваться. В свою очередь наш театр граммы имени Шукшина отправился в Комсомольск-на-Амуре с ответным визитом. Также по программе «Большие гастроли». Зрители Хабаровского края с 23 по 28 октября увидят постановки «Пленные духи», «Два ангела, четыре человека», «Квадратура круга» и «Сказку приключения Чиполина». Анастасия Меншакова, Михаил Лифуншан. Новости. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь-24 и всего вам доброго.